вы смотрите отзыв об отеле сани скамкой beach resort and spa этот отзыв был оставлен на просторах интернет путешественникам с ником калибри который был в нем в 2017 году недавно я узнала что мои отзывы содержащие массу фото продуктов питания вызывают ощущение что я несчастное человеческое существо голодающее 350 дней в году дорвавшаяся до олана с циркумфлекс экономленные на продукты сбережения и поедающие объективом глазами ртом все без разбору в силу своей дикости я развею ваши сомнения да я изнуряю себя детами в течение всего года чтобы все же вырваться на две недели к мармиту нащелкать тарелки дивы дивное чудо чудное затолкать всю эту требуку в себя а что не поместиться в большую пляжную сумку любезно даренную отелем за пазуху и карманы затем напихав чемоданы до перевеса вывести все домой на родину в качестве гостинцев многочисленным голодающим родственникам этот отзыв ничем не примечателен и не отличителен от предыдущих тут также будет много чешуи костей карамели много много бесполезных картинок и товарищем у кого сколько аллергии на мои неграмотные опусы кривые фотографии и мешанину люди я этот отзыв пишу вам на слов читайте его внимательно разглядывая каждое фото и мучаетесь мучаетесь ну а теперь вилкамен либо фроинда как нас занесло в этот турецкий пансионат европейских пенсионеров я сама не знаю скорее всего цена и отсутствие отзывов ибо как то в последнее время уж через чур меня пугали протоптанные народные тропы дорога она раэр нас не подвел все получилось четко по расписанию салон опрятный расстояние между креслами терпимое третье кресло было свободным следовательно полет был просто отличным еда в виде булки с чаем заселение номер в отель мы прибыли общим трансфером от топе газ туристик время в пути не засекала но на знак не покатали по всем деревням регионы себе из окна автобуса едва не сломав шею разглядывая третью пятую и восьмую линии возведенные за время нашего отсутствия в этой части курорта шептала красиво грандиозно богато но черт где же тут море подъехав котелю немного скривились фантик нам не понравился здесь никто не встречает белбой даже виде вас в дверях не пошевелится на своей тумбочке на рецепшина скриветели каменным без улыбки бутенмаргеном окольцевали и отправили на завтрак ничего не пообещав но мы как-то и не особо рассчитывали на раннее заселение часов в 9 30 утра лениво подойдя к стойке и спросив не сможем ли мы договориться о номере чудесным образом нам включили зеленый светофор читая отзывы писанные при царе горохе я морально настраивала себя на заселение в соседе карлсон или в темнице для красной девицы забронировав си сайт мы получили нечто между си и ландом с видом на окрестности имеющимися под балконом кондерными пирамидами столовой и если высунутся по пояс то даже морем сказать что это си сайт сложновато на 4 этаж по факту 6 и удачное крыло это все что мне надо было ура номер 1416 номера на старых фотографиях с ламповыми тв меня конечно удручали но я верила в чудеса на самом деле не все так печально и номера в нормальном состоянии телевизоры поменяли сан узлах заметно сделан ремонт аккуратно и чисто отмечу что неудобная душевая со стеклянной перегородкой по сути она никаким барьером не служит и вся вода оказывается на полу мебель жилой комнате конечно уже уставшая кое-где проплешины на дсп сейф доисторический чайник в номере присутствует но в силу своего то ли качества то ли старости издает странный запах и придает отвратительный пластмассовый вкус напитку имеются халаты тапочек нет мини-бар пополняется ежедневно состав 2 банки пива литр колы литр страйта литр фанты минералка 2 политровки воды она литровка после того как барбой увидел у меня пакет с лобой да мои предки жили в тагиле нижним кажется в моем мини-баре пиво умножилось на 2 уборка неоднозначная чаевые не влияли на качество горничной повезло что мы люди воспитанные и аккуратные не разбрасывали чешую и семечки по всей квартире не тушили бычки а подушку и не ходили мимо туалета слышимость в номерах потрясающие ежедневно мы были в курсе всех новостных событий происходящих на территории стран евросоюза причем я вам скажу здесь не обязательно знание языка вечерами мы засыпали под душераздирающие сериалы нет даст из фантастиша не было чтобы сократить описание работающих структур выкладываю концепцию которая выдается при заселении отель и его территория интерьеры отеля немного отдают грустью темная мебель минимум освещение скромность отделки отсутствие декора что понравилось общее состояние мебели и помещения в целом все чистые они какие пятен санузлы блестят барные стойки всегда в порядке столики протираются есть некоторые углы где я нашла вековую античную вечность на полках но тут уже в силу своей дотошности не буду портить общее восприятие услугами спа не пользовались ограничились бассейном силу погодных условий вообще забежав вперед хочу похвалить сервис и персонал я заранее себя настроила на то что мы русские не совсем желанные гости в немецких резервациях готова была быть второсортностью с чем сталкивалась неоднократно в подобных гостиницах и к счастью ошиблась нам было пристальное внимание со стороны персонала официанты извиняясь переспрашивали как по-русски звучит то или иное слово нас обслуживали всегда улыбаясь издавая дружественные знаки от души всем человеческое спасибо но с языком да полный швах например мы пытались объяснить извест релейшн она насильным турецко-немецком мы насильным русско-слабоанглийском с элементами жестов дело закончилось полным провалом подумав что мы переживем тесное общение с остальным персоналом больше не пытались вступать какие-либо углубленные диалоги и отношения в отеле есть пару табличек на русском языке правда русский это или нет мы до конца так и не поняли остальные важные сообщения на red section в листах концепции правила все на турецком английском и немецком территория отеля сказочно красиво видимо надоели мне лысые отели и понесло меня в джунгли площадь отеля не сильно велика но погулять есть где красивый сад с плодоносящими деревьями мостики бассейны территория полрумов искусственный пруд все гармонично вписывается в картинку у мини клуба есть детская площадка и два детских бассейна про мини клуб сказать ничего не могу к сожалению выросла из него территории в непогоду по-своему красиво на территории очень много кошек много толстых откормленных особей лениво дефилирующих по дорожкам и бутающихся под ногами у второго корпуса есть кошачий домик кошек кормит хорошо но это им не мешает голодным взглядом жалобно смотреть на отдыхающих обедающих в снеге основном ресторане на террасе самые смелые запрыгивают на стулья и просит лапками то есть тем кто равнодушен к этим пушистым наглядцам отель стоит забыть и не рассматривать собственно коты окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео в описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель в нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели пожалуйста обращайтесь всегда рады вам помочь а